Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Ваешеф. Написано после событий с Югудой, что купил Юсифа Патифар, царедворец фараона, начальник палачей, у ишмалитян. Перед историей с Югудой написано, что купил его Патифар, начальник палачей, из рук медианитян. Мы уже говорили об этом, что четыре раза Юсифа перепродавали, то есть он оказывается в Египте. Что происходит с Юсифом? То, что происходит с Яковом. Если Яков пришел в Харан и бедная страна стала богатой, то в Египте начинает происходить то же самое. Юсиф приходит в Египет. И Всевышний ради Юсифа благословляет дом Патифара. Все, что у Патифара, начинает расцветать. И Патифар понял, кто это, кто к нему пришел, и не просто так это все происходит. И он отдает ему в руки все, что у него дома. Он становится правителем его дома, управляющим. Написано, что не ведал в доме Патифар ничем, кроме хлеба, который ел. Что значит хлеба, который ел? Наши мудрецы говорят, это его жена. И в доме, и в поле все у него стало прекрасно. Юсиф живет у Патифара в доме, работает, но новое испытание. И жена Патифара, мы из устной традиции знаем, что ее зовут Зуреха. Она положила глаз на Юсифа. И так ему говорит, ляг со мною. Она себе нашла пророчество у нее было. Она говорит, вот что пройдут, с моей изморода пойдут люди. Знаменитый, очень большой рот, царствие у нее в голове. И она оправдала свою страсть. И пытается завлечь Юсифа к себе. То есть мы такие события видим. Что Всевышний бывает, создает невероятные условия. То есть Шхем, который изнасировал Дину, то он не может от нее отойти. Не может оторваться. То есть он просит отца взять его в жены. Взять ее в жены ему. И Хамор говорит Якову, что Шхем сын мой, душа его пристрастилась к дочери вашей. То есть он не может не оторваться. Тут здесь тоже на нее нашло такое, что она не может от этой страсти уйти. Юсиф отказывается. Он хорошо знает, что это нельзя делать. Он это хорошо понимает. И он ей сказал, что не скрыл от меня Господину ничего, кроме тебя. Потому что ты жена его. Как я могу сделать такое зло? Провиниться перед Богом? Но было в один из дней, когда никого в доме не было, Юсиф пришел в дом делать свое дело, и она его поймала. Дело в том, что наши мудрецы говорят, что он уже не мог выстаивать от этой страсти. Ему тоже было очень тяжело. И слова делать свое дело, он именно хотел уже с ней переспать. Но в последний момент перед ним возник образ отца. И он убежал. Она схватила его за рубашку, и рубашка осталась в ее руках. Он выбежал. Она закричала и позвала слух. И сказала, вот что хотел со мной сделать этот еврей. Хотел смеяться надо мной, но я закричала громким голосом. Когда ее муж пришел, то она ему рассказала, и пишется, рассказала, вот это хотел сделать со мной раб твой. И она ему рассказала во время полового акта. Патевар в гневе. Хотел убить Иосифа, но решил расследовать, как было дело. Он знал нрав своей жены, что она была очень развратная женщина. Он хорошо это понимает. Он не был каким-то глупцом. Ну и он позвал жрецов. Египетские жрецы были мудрецами, и они понимали, где правда на чьей стороне. И они разбирались. Она сказала, вот пятна на моей кровати, это сперма Иосифа. Но они говорят, если мы их нагреем огнем сейчас, если они сойдут с простыни, то это действительно сперма. Если они затвердеют, это куриный белок. Они нагрели простыни, она затвердела, они сказали, это куриный белок. И Патевар понял, что здесь Иосифа вина не столь большая. Поэтому он и заключил темницу. Но если он вообще не виноват, Иосиф, то чего в темницу сажать? Но вина его-то была. Он пришел в дом. Он знал, что там никого нет. Он понимал ситуацию. То есть не просто так все это происходит с нами. Если мы думаем, что вот ничего нет. Если задуматься над любым поступком, мы найдем, что к чему, где мы виноваты. Так просто ничего не бывает. И Иосиф оказался в тюрьме. Она находится в подземелье. Но это тюрьма царская. Для царских узников. Которая в доме начальника палачей. Патевар был начальник палачей. Если скажешь, что переводят есть мудрецы, что он начальник мясников, можно перевести его должность, то вряд ли у начальника мясников в доме была бы царская тюрьма. Скорее что это похоже на начальника палачей. Этот перевод более нам понятен. Хотя мы не все знаем. Может быть, конечно. Это слово более применимо. Но есть разные мнения. Вот мы прочитали и рады, что есть у нас разные мнения. Еще интересно рассказывает Медраж, что когда она рассказала своим подругам, вот этот парень, я не могу остановиться. Она говорит, да Катя, зачем он тебе надо? И она говорит, ну взгляните на него. Эта подруга чистила апельсин и смотрит, что она, когда увидела Йосифа, она себе руки порезала, когда чистила апельсин и не заметила, что апельсин уже закончился. И нож пошел по ней. То есть они такой красоты не видели, каким был Йосиф. Вот так вот. То есть это было действительно очень непросто устоять перед такой красотой. И на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Эфим, Самуил Бен-Герш, Хай Малка Бат-Йосиф, Мира Бат-Абрагам, Роза Бат-Михаэль, памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Владир Бен-Григорий, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Хак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Илена, Евгений Бен-София, Двора Бат-Миря, Моис Ирина Бат-Двора, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берт, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Элена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дам Бен-Сара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Майя Бат-Фаина, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков, Йосиф Бен-Рахель, Шимон Бен-Мира, Фейка Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Леор Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана, Цепора Бат-Сара, Ида Бен-Хая-Вива, Ифин Бен-Сони, Масл Барасас-Гула, Ирина Батури, Арон Ореб Бен-Нури, Твер-Шидух, Арон Оребен-Двора, Радис Бен-Ахум, Авигаль Бат-Сара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль, Ария Лейб, Бен-Лариса, Парна-Сай Брюб, Ланир Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Парна-Сай, Каванам, Масл, то, что мы это время не грешили, учили Тору, До следующих встреч, надеюсь, нас состоится завтра в 10.40. Шалом!